Добрый день! Израиль сейчас старается смягчить все эти формулировки, не сильно успешно. Вообще удивительно, так вот, розчерком пера отменяется то, что десятилетними соблюдалось все-таки. Неужели так все просто? Это все очень просто со стороны Европы, потому что, в принципе, мы должны понимать, что мы сами вызываем такое состояние. Я не с точки зрения левого лагеря в Израиле, который считает, что все надо отдать и продать, и вообще убраться с этой земли, она не наша и так далее. Я к тому, что мы тем, что не приносим миру исправления, вызываем вот такие искажения. Израиль, он обязан показать всему миру общество будущего, потому что у нас есть эта идея, у нас есть эта идеология, у нас есть программа, у нас есть видение всего этого. Мы должны это все сделать на себе, то есть создать общество правильных, равных людей, которые между собой находятся в состоянии взаимного равновесия, которые представляют собой одно единое целое, которые находятся друг с другом в состоянии не сделать другого, чего не желаешь себе, и даже более того, возлюбить ближнего, как себя, это все условия, которые природа нам выдвигает, которые мы должны выполнить и показать всему миру пример. Поэтому весь мир нас ненавидит, потому что мы ему пример не показываем. Смогут ли они принять наш пример? Они нас не воспринимают? Они нас не воспринимают, потому что мы показываем им дурной пример. И поэтому нас ненавидят и обвиняют в том, что мы такие. И четко чувствуют, что через нас приходят в мир страдания и все остальное, ну все зло в мире приходит только через нас. И это сказано в книге Зоор, и это сказано в науке Каббала, она объясняет это все. И наоборот, как только мы начнем между собой правильно взаимодействовать, то через нашу систему правильную, подобную высшей природе, придет высшая сила, не отрицательная проявится через нас, а положительная. Она и так положительная, эта сила, но она, когда проходит через нас, отрицательных сегодня, она проявляется в мире как отрицательная. Если мы постараемся выполнить то, что написано в Завете, то есть быть близки друг к другу, весь Израиль как одна семья, как братья между собой, то тогда эта высшая сила, которая управляет всей природой, пройдет через нас в ее истинном добром виде. И тогда мир почувствует, что Израиль является источником доброй силы. И они будут не такие законы принимать, совершенно противоположные. Даже так. Я вам желаю осознать это все и реально воплотить это все. Это в наших руках. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.